Здравствуйте! В эфире программа «Вести» Хакасия. События недели в студии Алексей Гончаренко. Безусловно, главным событием недели стал международный форум, полное название которого «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития». Это третий форум. Впервые он прошел в 2011 году и традиционно собирает большое количество участников. Международное представительство достаточно широко. Япония, Англия, Голландия, Индонезия, Азербайджан, Болгария. В этом году плюс Германия, Франция, Испания, Финляндия. Гости из российских регионов. Форум назвали «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития». Другими словами, можно сказать так, культура республики – это тот потенциал, на котором можно и нужно зарабатывать при условии сохранения того, что оставили нам предки. «С каждым годом удувается количество участников, как регионов, так и стран со всего мира. Наверное, еще раз подтверждение тому, что этот форум востребован, он нужен, он действительно объединяющий. Мы не скрываем, что это один из шагов по экономическому развитию. Не бывает экономики, развития без развития культуры, поддержки культуры». Любой форум, в том числе и культурный, – это площадка. Площадка для дискуссий, поиска потенциальных партнеров и единомышленников. Поэтому на это мероприятие традиционно съезжаются не только эксперты в области культуры, истории, археологии, но и представители бизнеса. В планах руководства республики сделать Хакасию одним из лидеров культурного туризма в России и за ее пределами. Определенные успехи в этом направлении уже есть. Только за прошлый год у нас побывало более 300 тысяч туристов, а могло быть еще больше. «Я думаю, основное, что задерживает нас, не столько отели, а сколько транспортная составляющая. Очень далеко мы все-таки находимся от Европы, и поскольку очень неудобные стыковки и пересадки, едут энтузиасты. Чтобы туризм стал массовым, нужно организовать какую-то схему движения транспортную. И удобную, причем были, чтобы не только эконом-класса места, а чтобы и были бизнес-класса места, чтобы люди ехали с комфортом, чтобы им было удобно». В этом году в рамках форума в Хакасии прошла Всероссийская конференция малочисленных народов. Свою самобытную культуру представили гости Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. У всех есть общая проблема – сохранение языка. То, что касается материальной культуры, здесь все индивидуально. Например, селеуты из Томской области национальные костюмы шьют в экокультурном центре и надевают лишь по праздникам. А для жителей Чукотки и Якутии, наоборот, традиционная одежда для повседневности. «В тундре человек не может ходить и в европейской одежде чисто. А вот мы одеваемся вот такой меховой одеждой. Например, это детская пыжиковая, из пыжика одежда. Пыжик – это олененок, он мягкий такой. Из нее шьются детская одежда, шапка, малахай, курточка». Искусство каждой нации уникально неповторимо. Но у селеутов, эвенков, чукчи, долганов есть одна общая проблема – их мало. То есть они рискуют исчезнуть как нация. На форуме эксперты обсуждали пути сохранения культурного и национального многообразия страны. «Показаны разные практики. Разные практики возрождения, поддержки языков, культуры. У кого-то это своеобразное нематериальное наследие, у кого-то это создание этнокультурных объединений, кто-то создает школы воскресного дня, у кого-то практики завязаны только на том, чтобы попробовать изучить и что-то поднять из глубины веков». Одним из итогов форума стало заключение соглашений о культурном сотрудничестве. Правительство республики подписало соответствующие документы с Баварией и Германией, Рязанской областью и Республикой Дагестан. Большие перспективы открывают и договоры с Государственным историческим музеем к фондам сохранения культурного наследия «Достояние поколений». Олеся Калинченко, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. События недели. В Хакасию специально с двухдневным визитом приехал полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский. Виктор Александрович, добрый день. Добрый день. Виктор Александрович, понимаю, что в особом представлении вы не нуждаетесь, и тем не менее я короткая визитная карточка. Виктор Александрович Толоконский родился в 1953 году в Новосибирске. В 1974 году с отличием окончил Новосибирский институт народного хозяйства по специальности экономист. С 2000 по 2010 годы губернатор Новосибирской области. С 2010 полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Виктор Александрович, позвольте, пользуясь случаем, вопрос не только касающийся форума, но первое, все-таки, конечно, событие, которое для Хакасии имеет большое значение. Вот поделитесь впечатлениями, вы же не первый раз на форуме, насколько актуально на нем поднимаются проблемы, насколько действительно возможен бизнес вот в этой сфере. Ну, вы знаете, с одной стороны, этот форум интересен своей особенностью, отличающей его от многих-многих других форумов, которые сегодня проходят в регионах России. Все-таки, как правило, во всех регионах, на всех форумах речь идет, как правило, исключительно об экономике, об инвестициях, об экономическом росте, об экономической привлекательности того или иного региона, обратившись к истории, обратившись к национальным традициям, показав уникальность исторического наследия, Хакасия, я думаю, привлекла значительно больше внимания к себе общественности, экспертного сообщества, бизнес-сообщества, чем если бы тематика форум была традиционной. Вот можно было собраться и поговорить просто о перспективах развития экономики региона. Ведь чтобы быть привлекательным в инвестиционном отношении, регион должен иметь очень серьезную социальную привлекательность. Инвестор не только оценивает эффективность каких-то месторождений, логистику поставок, состояние инвестиционного законодательства. Инвестору очень важно почувствовать качество жизни того или регионового, почувствовать, какие будут у него специалисты работать, почувствовать, какие отношения с властью, важности духовного развития. Тоже очень важно, что люди, специалисты, масса специалистов, рядовые работники понимают, что для того, чтобы развить экономику, повысить уровень жизни, быть более привлекательными, успешно решать все задачи развития, нужно укреплять духовность. Что сегодня все больше в результатах нашей работы зависит от человеческого фактора, зависит от нашего состояния, образования, культура, позитивный настрой. Все это без культуры, без мощного осознания прошлого, прожитого, пройденного нельзя сделать. И я считаю, что форум в Хакасии, исторический, культурный форум, он имеет очень большое значение для настоящего и будущего региона. Виктор Александрович, мы со стороны, как говорится, виднее. Мы-то здесь живем, может быть, и не можем по достоинству оценить то, что у нас есть. Вот чем, в первую очередь, она все-таки может быть в Хакасии привлекательной? Что касается, вы сказали, качества жизни, я думаю, это очень тоже важный критерий, по которому люди оценивают, ехать или не ехать в регион. Я, к сожалению, никак не могу еще поездить по региону. Все-таки регион – это не только Абакан, это не только Саяно-Горск, это не только металлургический комплекс, это не только Саяно-Шушинская ГЭС. Это и должны быть маленькие села, это маленькие города. Мне очень хочется в Черногорске побывать, в ряде других городов, районных центров. Я увидел немало интересных социальных объектов, хорошие школы. Вот сегодня был в уникальной музыкальной школе здесь, в Абакане. Вот, проезжая по городу, видел стадион, спортивные площадки, видел много зелени, видел людей, которые живут интересной, насыщенной жизнью. Я помню, как я был очарован красотой природы, и всем сейчас говорю, вот я не просто говорю, я еду там в Хакасию, в Абакан, я еду в Швейцарию, потому что вот то место, где проводился форум, вот я помню, я вышел из машины, так вокруг огляделся, и это такая красота, такая природа, такая мощь, я очень многим людям рассказывал, что есть вот в Сибири, есть в Хакасии уникальное по красоте место. Да, оно еще мало освоено, да, оно требует инфраструктурного, безусловно, роста, но было бы поле, была бы красота, была бы природа, все остальное легко приложится. И ощущение человеку, что здесь я получу хорошее образование, мои дети получат хорошее образование, что здесь созданы все условия, которые позволят мне обеспечить здоровье, длинную, продолжительную жизнь, это очень важно. Это и есть качество, которое трансформируется в то желание, что я отсюда не уеду, а у кого-то сформируется желание сюда приехать. Если к этому добавить, что республика быстрее других субъектов федерации решает задачу обеспечения жильем молодых людей, ведь это проблема у всех регионов, все это и объективный, ресурсный, природный, географический потенциал, освоенная здесь промышленность, созданная промышленность, и вот эти правильные действия, большие планы общественности и власти региона создать комфортные благоприятные условия, сформировать благоприятную среду, делает, конечно, Хакасию привлекательной. Это не означает, что нет проблем. Более того, кто-то может сказать, да, может быть, лет 8-10 назад не было никаких проблем, так тогда и развития не было. Понятно, что, двигаясь вперед, мы наталкиваемся на какие-то преграды. Двигаясь вперед, мы повышаем уровень требовательности. А раз вы сделали это, вы должны суметь преодолеть и эту сложность, сделать это для людей, и это правильно. Это и есть диалектика развития. И вот проходящий форум, я думаю, он тоже эту задачу решает. Один из моих вопросов вы практически предварили. В республике есть заметные изменения к лучшему. А вот какие бы вы все-таки выделили проблемы в регионе, если они есть? Ну, вот, например, я помню, в первые разы приезжал и говорил, мало нового жилья строится. И в Абакане это ощущалось. И вот проезжая туда, в Саяногорск, я не видел какого-то такого масштабного обновления жилищного фонда. А это один из главных показателей, есть развитие или нет. Если этого нет, вот была сформирована программа выделения земельных участков, оснащения их инфраструктуры, оказания поддержки в кредитовании, в ипотеке. И это сегодня уже все видят. И все больше появляется идея, как обогатить эту программу. Я говорил в первые разы, чувствовал, видел, свежим взглядом это было очень заметно, что не очень ясны перспективы для сельского населения. Да, понятно, как жить в Саяногорске, там, Черемушкам, там, на Саяно-Шушинской ГЭС. А как быть селом? А ведь есть села очень удаленные. Население республики не очень большое, но территория-то большая. И очень важно самозанятость сельского населения, преодоление деградации сельского населения, это принципиально важно. Мы не можем пренебрегать проблемами сельского населения. Виктор Александрович, вот к вам обращались жители железнодорожных станций, то, что касается села, ну, только села в определенной сфере, то, что по железнодорожной дороге расположено. И вот они были обеспокоены отменой поезда Абакан-Красноярск, сообщений в Черезачинске. Я не знаю, информированы ли вы об этом обращении, там было несколько подписей, может, даже несколько сотен подписей. Вот, поезд отменили все-таки, сославшись на нерентабельность. Ну, и всего по стране, в РЖД, насколько я знаю, вот в этом году по 325 направлениям. Вот рассматриваются ли проблемы на федеральном уровне? Вот как люди, они, мне кажется, справедливо рассуждают, что нельзя только на какой-то выгоде строить отношения с населением. Ну, на самом деле, тут не совсем люди правы. Ну, в любой экономике должна быть целесообразность. И действительно, если в какие-то прежние периоды времени железная дорога была как бы таким единым, единой системой, где можно было продатировать пассажирские перевозки, пригородные, но переложить эти затрады на грузовые. И экономика какое-то время выдерживала эту нагрузку. Сейчас все становится сложнее. Мы ведь живем в открытом мире, и все наши производители, будь то алюминий, ваш, там, Саянский, будь то, там, уголь, будь там, Суэка, или там, будь там, какая-то другая продукция, она конкурирует со всем миром. И если мы перегружаем грузовой тариф, если мы делаем тариф настолько высоким, что продукция становится неконкурентоспособной, то мы очень серьезно, негативно влияем на экономику. Поэтому в системе российских железных дорог произошло разделение всех видов деятельности, и каждый вид деятельности должен быть рентабельным, в том числе и пассажирские перевозки. Но это совершенно не означает, что нужно отменять поезда. И я обязательно к этому конкретному поезду вернусь, и я думаю, что может быть найдено решение. В чем я вижу это решение? Ну, во-первых, само РЖД сегодня недостаточно энергично работает над оптимизацией, сокращением издержек. И на самом деле я не за то, что перекладывать пассажирский тариф на грузовой, но правильно, экономно, эффективно посчитать сетевые затраты и минимально их переводить на пассажирские перевозки – это задача компании, задача отрасли. И я знаю, что руководство компании над этим работает. Я специально это обсуждал с руководителем компании, Владимиром Ивановичем Икуниным, с начальниками дорог. Они понимают, что здесь резервы есть. Второе – это не означает, что регион должен быть в стороне от этих проблем. Тоже, опять же, в какое-то старое время можно было себе позволить сказать, что железная дорога – это не мое. Есть отрасль, есть министерство, есть компания. Сегодня ведь мы с вами в большей части нашего разговора вели речь о том, что нам важна инвестиционная, социальная привлекательность Хакасии. Вот на эту привлекательность очень сильно влияет состояние мобильности. Я должен, живя и работая в Хакасии, должен понимать, что я не оторван от всего мира, что я в любой момент могу сесть в самолет и улететь. В Москву, в Новосибирск, в Красноярск, в Пекин или куда-то еще. Я должен понимать, что если мне требуется сообщение, например, на работу. Сегодня нельзя, как раньше. Я здесь живу, и у меня работа обязательно через дорогу. Так весь мир устроен. И в Европе, и в Азии люди иногда на работу ездят за 100 километров. Я видел программы в очень многих странах, когда людям даже там работодатели, фирмы помогали, компенсировали определенные затраты на бензин, на проезд на большие расстояния. Поэтому регион должен точно посчитать, может быть, это будет не та интенсивность, которая когда-то была, может быть, это будет, но это должно быть обязательно существовать движение, строгое расписание, предсказуемость, чтобы люди уже как-то подстраивались под это расписание, и какая-то, может быть, субсидия с пониманием того, что вы не РЖД даете деньги, а вы субсидируете свое население, для которых это движение крайне необходимо. Что компания могла бы повысить цену на билеты, но они понимают, что просто люди не поедут, это будет еще меньше пассажиропоток, еще меньше эффективность. Нужно сейчас отработать маршруты, которые перспективны. Там, где, например, они объективно изживают себя, там, может быть, нужно заменить сразу это движение чем-то другим. Но я уверен, там Абакан, Красноярск, это очень перспективное движение, и это надо развивать. И люди со временем, повышая свою мобильность, повышая качество своей жизни, они будут больше ездить. Поэтому обязательно вернусь к этому вопросу. Мы обсудим и с РЖД, и с руководителями региона. Я думаю, что оставить людей без транспортного сообщения нельзя. В данном случае, я, правда, думаю, речь идет о конкретном поезде. Думаю, что движение между Абаканом и Красноярском железнодорожное есть, но, может быть, там меньше остановок, может быть, там поездо дальнего следования, там с большей ценой билеты. Это надо просто профессионально конкретно рассмотреть все проблемы этого поезда, но ситуация вполне разрешима. Виктор Александрович, договор последней мили, вот согласно которому республика, я имею в виду тариф для населения, вот платит, ну, кто-то рубль, кто-то рубль сорок. Но договор заканчивается. Как вы считаете, Хакасия вправе иметь такую льготу? И должна ли быть услышана на федеральном уровне? Депутаты Верховного Совета, они обращались, по-моему, в Госдуму. Ну, пока вот ситуация не ясна. Как вы считаете? Ну, на самом деле, с одной стороны, базовый принцип политики тарифа образования в энергетике, конечно, должны быть равные условия. И в этом плане выравнивание тарифа – это задача стратегическая. В то же время есть, кроме политики тарифа образования, есть еще элементы региональной политики. А если мы хотим, а мы хотим, чтобы регионы Центральной, Восточной Сибири, Дальнего Востока развивались ускоренными темпами, чтобы здесь было привлекательно работать бизнесу, чтобы здесь население чувствовало себя комфортно. И учитывая то, что в этих регионах производится дешевая гидроэнергия в больших объемах, я думаю, что, конечно, такая индивидуализация тарифа, которая сейчас происходит в Хакасии, в Иркутской области, конечно, должна сохраняться. Но, повторяю, это скорее должно быть не правило цен тарифа образования, это должен быть элемент региональной политики. Это может быть даже себя включать, что это будет какой-то элемент взаимного расчета государственного бюджета с сетевой компанией, чтобы это не затрагивало потребителей, но все-таки это была экономически, рыночно правильно построенная модель. Виктор Александрович, республика на пороге выборов. Есть ли какой-то интерес к ним? Ну, я не знаю, например, с вашей стороны. Или вот уже все заранее предрешено. Что касается голосования по кандидатуре губернатора, ну, вот и вы, как опытный политик, что можете сказать насчет того, что количество депутатских мест в республиканском парламенте сократится с 75 до 50? Это на пользу будет или по-другому как-то? Ну, на самом деле, интерес к выборам есть всегда. Любые выборы, они так или иначе заключаются в определенном отчете власти о том, что сделано и что власть собирается делать. Всегда в выборном процессе присутствуют разные точки зрения. То есть кто-то из оппонентов, он вносит какие-то свои предложения, как он видит это развитие, и это обогащает, там, и необходимо. Общество готово поддержать тех кандидатов, тех участников выборов, которые известны им, понятны им по своей работе, по своим профессиональным качествам, по тем задачам, которые они решают, и они готовы их поддерживать. Сокращение численного состава Верховного Совета, думаю, непринципиально, потому что вы понимаете, что в организации работы 75-50 – это похоже. Если было бы 75, а завтра 15, я бы сказал, что это сложнее. Тем более, что система смешанная, будет 25 территориальных округов, то есть, опять же, каждый житель Хакасии будет иметь своего представителя в высшем законодательном органе, и половина депутатских мандатов получат политические партии по партийным спискам, что тоже совершенно нормально. Я не думаю, что правильно отказываться от политической системы, хотя часто на выборах, особенно региональных, говорят, ну, какая нам, что, мы тут же не политикой занимаемся, мы занимаемся экономикой, занимаемся коммунальным хозяйством, занимаемся социальной поддержкой людей. Тут надо знать местные проблемы, и что тут говорить о какой-то там высокой политике или большой идеологии. Но на самом деле надо понимать, что политическая система – это необходимое условие, необходимая система общественного контроля за властью. Бюрократия не должна быть оторвана от общества. И на самом деле, поверьте, это не какая-то форма. Ну, вот есть выборы, нет выборов, те или иные депутаты работают. Это очень важно. Ведь на самом деле, то большое развитие, о котором мы с вами говорили, те большие задачи, которые предстоит решать, делать людям, принимать решения ответственным людям. И я хочу пожелать избирателям Хакасии всяческих успехов, хочу пожелать ответственного и надежного выбора. Личный вопрос. Вы один из немногих, кто вот в органах власти, может быть, даже редких руководителей, у которых в декларации о доходах за прошлый год не задекларированы, ни земельные участки, ни даже автомобиля. Вы обходитесь служебным или нет желания ездить в пробках самому за рулем? Нет, ну, я действительно уже много лет пользуюсь только служебным автомобилем. Когда-то я очень любил быть за рулем. Правда, мне не удалось там поездить на современных машинах. Я помню, последняя машина у меня была пятая модель «Жигулей». Когда-то там лет, наверное, 15 назад я передал ее сыну. У меня взрослая дочь и сын. Они ездят за рулем, а мы уж с супругой вот обходимся без своего транспорта. У нас действительно никогда не было, к сожалению, там своей дачи или дома. Мы живем всегда в Новосибирске. У нас хорошая квартира. Но я всю жизнь, я во власть пришел в 28 лет. И для меня вот эти все принципы работы государственного службы, они для меня очень важны. В общем, мы живем так, как в моем понимании должны жить люди, которые выбрали служение государству, выбрали госслужбу. Это те принципы, которые я всегда соблюдал и должен соблюдать. Виктор Александрович, спасибо, что несмотря на плотный двухдневный график пребывания в нашей республике, нашли время побывать у нас в студии. Для нас это тоже стало большим событием не только недели. Вы у нас первый раз. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Я желаю всем, кто нас смотрит, успехов, счастья, здоровья, процветания Хакасии. Мне сегодня кто-то желал полюбить республику. Я люблю. Я всегда чувствую себя очень хорошо в Хакасии. И хочу, чтобы это чувство любви и гордости за республику было у всех жителей Хакасии. Я желаю вам всего самого-самого доброго. Спасибо. В эфире «Вести» Хакасия. События недели. На этой неделе в газете «Хакасия» опубликована программная статья Виктора Зимина «Время возрождать». На этот раз глава правительства говорил о культуре Хакасии. Власти намерены продолжить оберегать археологическое наследие Хакасии, сохранять хакасский язык и культуру. В муниципалитетах продолжится строительство домов культуры. Цитата «Впервые за последние 46 лет мы строим новые сельские дома культуры. Они сданы в эксплуатацию в алах сартыков и катанов. 2 июля сдается в селе Матур. Еще 8 домов культуры построим в ближайшие годы и не будем останавливаться на достигнутом». Продолжается решение и кадровые проблемы. Сегодня в учреждениях культуры работают в основном энтузиасты. Задача правительства – привлечь специалистов интересной работой и достойной зарплатой. Сегодня средний доход работников культуры повысился на 94% к уровню 2008 года. С 1 апреля мы повысили республиканским учреждениям культуры заработную плату практически на 70%. И сейчас поэтапно пойдет повышение зарплаты работников культуры муниципальных образований. Это очень важно, потому что задачи культуры стоят сегодня очень серьезные и достаточно объемные. Поэтому люди должны получать достойную зарплату за качественно иной, может быть, подход к своему делу. Сегодня завершается голосование в рамках первого тура мультимедийного проекта «Россия-10», организованного Русским географическим обществом при поддержке ВГТРК. В ходе общенародного голосования будут выбраны 10 визуальных символов России. И впоследствии именно они в миниатюре войдут в ландшафтный парк, который планируется создать в Московской области. От каждого округа во второй тур выйдут по 10 объектов из представленных Хакасией достопримечательностей в десятке Саяно-Шушенская ГЭС. Но наибольшей популярностью в Сибири пользуется озеро Байкал. За него голосует подавляющее большинство. Сегодня в 12 часов по московскому времени голосование завершится. На исходе и первый месяц календарного лета, который пришлось провести лишь в ожидании по-настоящему теплых дней. И по прогнозам синоптиков они наступят уже буквально с завтрашнего дня. Июль будет теплее обычного на 1 градус, но с недобором осадков. Однако и засушливым не прогнозируется. С понедельника начиная 20-25 с осадками. Вторая декада у нас преимущественно без осадков. Температура дневная 23-28. А третья декада прогнозируется жаркой 28-33. Очень сильные дожди прогнозируются на конец июля. У меня на этом все. Наш адрес в интернете вести.дефисхакасия.рф. Программу завершит парламентский дневник. Всего вам доброго и до встречи.